не ну чтобы как мы это ели в детстве как вкусно пахнут деньги привет мои хорошие с вами селена свои и сегодня у нас будут очередные покупочки в магазине непредсказуемом магазине галамарт и что же сегодня нас порадует или удивит или я не знаю что но первое о чем я хочу сказать это как раз таки а вот этих наволочках которые меня уже не очень уж и хорошо и порадовали да они прикольные красивые смотрите какие необычные рисунки с одной стороны розочка на каких-то кактус так вот такие нежные цвета очень классные с другой стороны беленькая плотненькая и ткань кажется даже хб что очень хорошо потому что синтетика надоело уже но единственный момент они на застежке вот здесь и когда вы расстегиваете очень много вот такой вот ерунду шки там внутри приходится обрезать и одну я хорошо застегнула все хорошо легла до 2 а 2 а 2 застряла и я ее полчаса не могла застегнуть всеми правдами неправдами какая-то ниточка застряла в змейке но я сделала это я ее застегнула и теперь такие две красивые подушечки на моем фоне вторые вот такие какие-то кактусы туристические мне показалось это очень так весенний уже ближе к лету не такие подушки пригодятся я для вас снимаю радовать и свои глазки и ваши давайте пройдемся по текстилю раз уж мы начали я помню что в голомарте я как-то заходила но не купила тогда футболочки детские и сейчас уже что-то поистрепались футболки в садик деньги я решила взять мне очень нравится на самом деле там размерчики есть прям наши единственное здесь я не пойму по размерам как они считают 28 в общем я беру так вот прикинула вроде должно быть нормально они классные прям хлопковые может быть немножечко 5 процентов полиэстер а может даже и нет может это вискоза какая-то сейчас я посмотрю кстати может написано да это 95 процентов котом и 5 процентов полиэстер очень классная вещь такая прям мягенькая тянется и посмотрите но мне кажется стильненько да такая беленькая в общем я люблю когда беленькая что-то на денечке потом такую же похожую взяли с надписью только она такая голубенькая такая бирюзовенькая и 2 такая тоже на повседневочку от садик отлично причем вот эта вот вещь это не print какой-то знаете прорезиненный где не будет дышать грудь это просто нашитая из такой же ткани тоненькая то есть ткань это абсолютно тоненькая все также дышит и у них сейчас акция была по 200 рублей так они 284 стоили а так 200 рублей три футболки взяла могут ходить в ревновом свет совпадателя увидел тот успел дальше давайте еще расскажу про день у нас закончилась паста у нас была паста детская фаберлик от нуля здесь вот от года по-моему от года я прочитала вот такая детская паста от года сейчас мы с вами занюхаем понравится деньки или нет она запечатана и открываю она розовенькая кто в детстве ел пасту признавайтесь ой она вообще такая вкусненькая мне кажется давайте попробуем уйти какая красивая не ну чтобы как мы это ели в детстве я чтобы почистить кайф не съесть я пойду по мою да паста вкусная прям характерная клубничка прям вкусно вкусно думаю деньки понравится у нас есть уже зубная щетка бабушка нам брала какую-то офигенскую японскую зубную щетку еще у нас есть маленькая из фаберлик брали давно но он тоже уже она какая-то очень мягкая я решила ему взять вот новую щеточку она вообще там стоила там вообще копейки я вообще такая люблю что захожу в магазин особенно в голомар люблю брать самое дешевое что-то на эти 29 рублей 59 рублей 49 поэтому все покупки у меня примерно вот таком диапазоне и вот эта вот щетка тоже она может стоить 100 рублей может 50 рублей где-то вот так вот и я хочу сейчас частину проверить еще еще частину частину во первых зубы у нас тоже все вылезли ну такая вот она помягче будет то что ты брала японскую поэтому да и она красивенькая силиконовенькая прям держатели то есть такие вот раз он взял и пусть чистит и она прям пол рта ему сразу захватит короче такой наборчиком и взяла довольно взяла разные такие штучки для ребенка для моторики тоже все это стоит копейки аппликация из помпончиков смотрите какая прелесть я подумала что он своими маленькими пальчиками будет брать вот эти вот маленькие помпончики и это будет надо наклеивать на знак с эти на чем здесь они на самоклейки ли случайно нет тут должен быть клей а клей наверное не входит до клей сюда не входит но мы возьмем какой-нибудь клей и просто эти помпончики нужно клеить в соответствующий и вот цвет да и потом будет такой воздушный шар из помпончиков мне кажется это будет интересно мы с денечка естественно посидим вместе это будем делать если это оставить ему одному то эти все помпончики будут разбросаны по всей квартире и никакого воздушного шара нам не предвидится еще также нам посоветовали вот такой вот набор для раскрашивания пальца я не думаю я думала это знаете краска такая типа гуашь только жидко это палец засовываешь и потом везде это все ужас какой-то а здесь я увидела что это очень аккуратно сделано во первых давайте мы это разберем посмотрим это вот такие вот раскраски они картонные плотненькие смотрите вот то есть достаточно большие понятные рисунки до жирафик животные общем и вот такие вот красочки они здесь знаете с чем с поролончиком сделаны я не буду сейчас распечатывать потому что скорее всего они такие недолговечные прям чтобы да они присохнут но а может вы увидите посмотрите видите поролончики то есть ребенок берет пальчиком в поролончик а потом берет и вот раскрасывает может быть вот так вот пальчиком будет оно такое все интересно раскрашено то есть такое знаете мне хорошо даже интересно посмотреть как это будет просто такие кляксы какие-то цветные в каких-то местах но в общем это для моторики очень хорошо поэтому я взяла также для моторики я взяла вот такие пятнашки вот зелененькая мне понравился здесь мышка такая она так похожа на моего дыньку такая милая мышка и вот здесь вот убираешь это кольцо и начинаешь переставлять я не думаю что он будет конечно собирать у меня прямо картинку но потыкать их просто ему будет классно это тоже стоит там рублей 50 или 30 для своей племяшечки я взяла и конечно моторику не надо развивать она уже хорошо у нас разговаривает но я думаю ей будет прикольно потому что это стразики вот такие красивые видите в наборчик вот здесь вот такая бабочка и в общем оно должно быть очень красиво все такое в стразах и картина она знаете как на холсте уже сделано прибитая то есть это будет очень такая красивая картина из страз думаю ей понравится и она я думаю сможет сделать бабушка говорит сможет а себе я взяла вот такую ручку помните у меня как-то были такие ручки очень милые и вот я взяла цветочек такой знаете чего-нибудь записывать я же собираюсь там прямые эфиры вести бывает вот а хочешь что-то записать где-то берешь ручку все смотрят вау чем это она пишет цветочком все запечатано все классно и здесь по моему можно менять стержни будет еще давно думала взять вот такую держалку она очень удобно она была у меня на других телефонов сейчас сделала себе другой телефон и такой держалки нет вот эта штука приклеить к телефону то есть вы можете вот так телефон брать ну не к телефону а к чехлу конечно телефона чтобы можно было потом отлепить а если она вам не нужна вы раз и закрыли и она как бы плоская а так можно и как подставку вы понимаете чем в телефон вот чехол я думаю все знают такую штучку да она тоже копейки стоит ну то есть раз и вот и все можно так удобно держать а если не нужно как бы не нужно и и лежит сложно короче все кто пользовались этими вещами очень удобно нравится то я взяла в голомарте продается розовенькая беленькая красивенькая такая мраморненькая взяла себе в машину вот такую маленькую губочку так чтобы знаете что нибудь там вот ну как раз сейчас погода будет сейчас как раз я буду я уже конечно в кроссовки залетела но у меня есть еще оси осенью восемь весенние сапожки полу сапожки в которых надо походить и они всегда требуют вот такого ухода поэтому это для машины раз уж мы заговорили о машине то я себе набрала кучу всяких разных вонючек и все они с одним вкусом новой машины честно говоря в машине я не люблю всякие ароматы ванили клубники и все такое мне все время это напоминает водители такси у которых вечно какой-то аромат пока ты едешь там уже задыхаешься и я люблю просто запах машины и мне как сравнить вот эти три взяла опять же самые недорогие там как что-то стоит 100 рублей что-то 50 рублей что-то 70 рублей вот но хочу посмотреть и сравнить отличаются ли они между собой или может запах машины у всех одинаковый срок действия 60 дней у этой то есть я сейчас открою и срок действия пойдет а кстати вот эта вещь можно не только в машину ее можно и в шкаф тут нарисовано и в шкаф можно к одежде будет пахнут новой одеждой ну ладно и чё куплю потом еще до такой вот доллар тоже новой машины пахнет давайте заметим а доллар это еще знаете символика денег короче я такая подумала будет у меня висеть 100 долларов вот так вот в машине прикольно да слушайте ну пахнет мощным средством просто знаете может поэтому новая машина типа помыли ее только да как новая как вкусно пахнут деньги так это я повешу в машинку значит уже здесь еще мешочки тоже новая машина а эти по-другому пахнут тоже примерно похож же мыльный запах но каким-то другим оттенком более какой-то знаете сладенькие более мягенькие они по моему более дороже стоит так ну и ладно сроком на 60 дней которая вот это прям фигню мы вытаскиваем и жалко так все дней всего по и все и она вот так вот болтается тоже в машине может болтаться так много аромат тоже кстати приятные какой же из них лучший аромат новой машины вот если бы я могла понюхать в магазине сейчас скажу ой этот сильный сильный прям вот этот деньга сильная сильная прям вот эти помягче слушайте не знаю объем наверное вот это бы и взяла в целом они все неплохо вот это да еще этот еще даже ярче может этот еще не раскрылся короче я наверно сначала взяла вот этот потом бы я взяла мешочки попробовала потом бы деньгу насильно такая ароматная но а там уже время покажет как и что потому что бывает повесишь и там с ума сходишь от запаха думаешь не я к брату помню как-то села в машину у него что-то очень вкусно пахло игру что это какой кайф он такой там-то там-то купил мне повесила в машину к себе чуть не задохнулась короче говорю заберите от меня это вот видите как бывает еще если говорить об ароматах и еще плюс очищение например унитаза бочка унитаза и чтобы водичка была голубенькая красивая все там дезинфицировалась и снимала на лед короче я случайно на самом деле освежитель для сливного бачка унитаза цитрус три штуки два в одном дезинфицирует и освежает я начала читать поподробнее здесь короче три таблетки которые просто вы кидаете в бачок там от слива подальше она начинает действовать наверное она растворяется уже в бачке или может быть постепенно растворяется не знаю нет она не сразу растворяется потому что ее не на один слив она же не на 11 в общем эта таблетка очищает поверхность сливного бачка унитаза предотвращает образование известкового налета класс класс уничтожает бактерии даже в труднодоступных местах это вообще супер особенно когда у вас ребенок создает обильную пену и устойчивый свежий аромат при каждом сливе воды ну то есть это одна таблетка не на один раз да вот достать таблеточку одну залить ее в общем опустить туда подождать 10 минут освежитель таблетка начнет действовать и если вода сливного бачка начала терять окраску то есть она видимо голубого цвета будет необходимо установить новую свежую таблетку ну то есть это через какое-то время через какое точно я не знаю тут не написано в общем взяла три таблетки на пробу посмотрим еще я прикупила синьку это я хочу ее там кое для чего затестить и в общем она 59 рублей по моему стоит давно не встречала синьки вообще в принципе не видите упаковали даже в магазине она говорит если вдруг разольется все будет в синьке поэтому я вам в пакет и засуну какой-то к пакет нашла какой-то засунула но в общем забота продавца честно говоря мне очень умилила спасибо вот в общем синька золушка как-то я буду снимать видео потом поймете для чего я взяла еще в голомарте я взяла вот такие вот тоже они там по 39 рублей по моему стоили или 49 рублей это короче для масла например или уксус такие крышечки часа откроем вот такие вот крышечки мне понравилось желтенькая и розовенькая например масло наливать намного же удобнее чем с банки я все время переливаю его просто одеваем закручиваем а здесь уже у нас вот такая маленькая крышка ну вот например для уксуса там для масла чё еще еще для чего то может быть короче прикольные взяла две стоит недорого и еще очень часто на детскую площадку мы с денькой идем гулять и все время в песочнице нету не хватает лопаток реально вот в голомарте очень много было лопаток вот таких вот по 9 рублей и я взяла очень много много лопаток чтобы знаешь бывает не всегда ты возьмешь с собой лопатку и все это в машину надо возвращаться то там дома то вы откуда-то идете и как бы ребенок дерутся за эти лопатки я думаю накидаю кучу лопаток песочницу у меня давно такая идея была разноцветная потому что с лопатками дефицит грабли там еще валяются две-три какие-то гнилые а лопаток всегда не хватает в общем куча лопаток отдельно к сожалению ведерок там не было поэтому я взяла вот такие вот пасочки ну то есть вот таких там нет вроде и вот котенок синенький тут его такой крабик в общем но накидают пусть все будут при деле дети и не отбирают друг друга лопатки и тоже это стоит по 9 рублей ну то есть я буквально там потратила 100 рублей 70 70 80 рублей потратила зато все дети счастливы ну и последняя покупочка которая что-то мне захотелось купить там было очень много вариантов вы наверное уже знаете да это для яичницы вообще надо было брать две потому что я обычно если делаю то два яичка но мало ли хочу захочу одно там были железные но я взяла вот такую силиконовую потому что здесь такая длинная ручка за которой можно держать и она розового цвета и в общем она там стоила всего лишь на 20 или 30 рублей дороже чем обычная железная мне кажется что не только яичницу можно сделать но можно и оладушек ну только по одному жарить потому что я один вот но вообще еще на алиэкспресс заказала много чего такого интересного я вам обязательно потом покажу вот в общем вот такие штуки там много есть для приготовления всего короче ну в общем я решила взять одну яичницу сделать или знаете просто кого-то порадовать вот мама например раз я яичку в сердечке забабахала и настроение на весь день у нее огонь все мои хорошие это были все покупки с галамарта на самом деле в этот раз как вы видите трэша особого нет единственное только вот эти вот нитки честно говоря меня прям разбесили с самого начала видео но ладно я уже успокоилась много всего интересного все в принципе нормально мама моя тоже кстати была в галамарте и набрала там много всего и мне в дом и к себе в дом можете пройти по ссылке под видео посмотрите на ее покупки она там и сковородку покупала и вазу мне купила и швабру какую-то в общем очень много покупок в 10 раз больше чем у меня и очень много всего полезного и классного так ссылка на маму под видео с вами я прощаюсь если понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на канал кто первый раз впереди много интересного а я вас люблю целую и прощаюсь до следующего видео пока пока пока